Руководитель агентства лесного хозяйства региона отчитывается о выполнении поручений губернатора. Главная задача устранить нарушения лесного законодательства, пресечь самовольный захват земель лесного фонда и незаконные вырубки. Кроме того, одно из поручений касалось возобновления аукционов по заготовке древесины. Вашим поручением 18 сентября 2012 года возобновлено проведение аукционов по заготовке древесины. 20 декабря агентством будет проведен аукцион. Заключено по результатам аукционов 9 договоров аренды. Доход бюджет от аукциона составил 27 на 10 миллиона рублей. Уже готова документация на проведение аукционов, предполагаемый доход от которых составит более 150 миллионов рублей. Более 5 миллионов кубометров зарезервировано под инвестпроекты в лесной сфере. Виталий Акбердин также сообщил, на территории Ангарского и Иркутского лесничеств 11 случаев незаконного использования участков лесного фонда. По 6 случаям судебные решения приняты в пользу агентства. По остальным делам еще идут юридические процедуры. Из почти 2000 заключенных договоров аренды лесных участков по 356 поданы исковые заявления в суд. В связи с нарушениями взыскано 158 миллионов рублей. Расторгнуто 14 договоров и еще более 100 претензий по расторжению направлено в суд. Необходимо активно привлекать к решению проблем и силовые структуры, и глав муниципалитетов, отмечает губернатор. На всех территориях нужно работать, вовлекать мэра, весь правоохранительный блок. Там, где есть непонимание, вы обращаетесь ко мне за организацией диалогов. Месяц назад в Иркутском районе был создан контрольно-пропускной пункт. За это время проверили 7 тысяч транспортных средств, которые перевезли почти 300 тысяч кубометров древесина. Итог проверок. 26 протоколов на нарушителей лесного законодательства. Их проверят дополнительно. Прокуратурой ФСБ уже назначены мероприятия в Иркутске, Боханском, Осинском и других районах. Далина Тернева. Новости сейчас. Новости сейчас.